1 сентября в школах городского округа Люберцы прошли не только праздничные линейки, но и классные часы, открытые уроки и тематические встречи. Как прошел день знаний в гимназии номер 16, которая носит звание школы-флагмана, расскажут мои коллеги. Герой России Алексей Романов, председатель фонда защитники Отечества Анна Цивилева, вице-губернатор Московской области Ирина Коклюгина и глава городского округа Люберцы Владимир Волков. В гостях у флагманской школы сразу несколько почетных гостей. Поздравления с началом учебного года от них принимают ученики 9-х и 10-х классов. Сегодня, когда я провожала своих детей в школу, я подумала, что так быстро пролетело лето, мы даже не заметили, а жаль. Так вот, знаете, у меня пришла такая мысль, что не только лето, а вообще года и жизнь пролетает так же быстро. Мне хочется, чтобы каждый из вас не просто пережидал это время, а чтобы вы его проживали, прежде всего, интересно для каждого из вас. Жить не только интересно для самого себя, но и с пользой для окружающих. Так, как это делают представители Государственного фонда поддержки ветеранов СВО, защитники Отечества, созданного 1 июня по указу Владимира Путина. Сегодня его филиалы открыты в каждом субъекте Российской Федерации. У нас порядка тысячи наших бойцов из городского округа защищают рубежи, защищают достойность. Мы заботимся и понимаем каждого бойца, мы заботимся о тех семьях, которые находятся здесь. И вот эта цепочка и задачу, которую поставил губернатор, поставил президент, она очень важна. Связь между каждым человеком, который оказывается в непростой ситуации, человеком, который может помочь. В нашей стране военнослужащие жертвенный подвиг совершали, совершают и будут, наверное, совершать в силу своего характера, отношения к близким, родным людям. Основная часть беседы была посвящена патриотизму, но на встрече подняли и другие темы. Личностный рост, важность правильного выбора профессии, выхода из зоны комфорта. Не бойтесь ошибиться. Я вам приведу пример своего собственного, как говорится, опыта и экспириенса. То есть я сначала получала одно высшее образование, оно техническое. Потому что я до конца, где в 11 классе, не знала, кем я хочу быть. Потом, проучившись где-то уже на третьем курсе, я поняла, что я хочу быть журналистом. У учеников и педагогов была возможность задать гостям вопросы. После встречи многие ребята выразили желание стать волонтерами и присоединиться к работе фонда «Защитники Отечества».